Всем привет! Сегодня я бы хотел рассказать вам о д-триггере. Наверное, давно пора было это сделать. Я этот момент все откладывал, но после недавнего туториала о ячейках памяти меня пнул Сергей из 3miners 1creeper. Кстати, кто не знает, кто такие 3miners 1creeper, это официальные партнеры моего канала. Прикольная команда, снимают тоже много всякого разного по майнкрафту, в том числе и туториалы, и летсплеи. Кому интересно, посмотрите, ссылочка на их канал в углу экрана. Итак, начнем, пожалуй, с постройки непосредственно д-триггера, а потом я расскажу как, зачем, что и почему работает. Строить я буду из разноцветной шерсти, чтобы нагляднее было, но, естественно, можно использовать любые блоки при строительстве. Начнем. Располагаем 3 блока вот таким образом. Еще один блок ставим вот здесь. Три факела. Вот так вот. Кусочек редстоуна здесь. Это основа д-триггера. Далее. Выстраиваем над факелом вот этим такую вот букву «Г». Палочка немножко длинная, но неважно. И вот здесь размещаем еще один блок. Остается совсем чуть-чуть. Ставим факел вот здесь. Один факел наверху. И редстоун здесь. И дорожка сверху. Теперь. Рычаг и кнопка. Вот наш готовый д-триггер. Ну, кто в курсе вообще, что это такое, с чем это едят, им объяснять, я думаю, не нужно. Кто не в курсе, попробую в дебри не влезать, объясню на пальцах. По сути, это ячейка памяти. Только входы у нее организованы несколько по-другому. У стандартной ячейки памяти, как вы помните, два входа. То есть это установка и сброс. Здесь у нас также два входа, но это вход сигнала данных и вход синхронизации. На вход сигнала у нас подается либо 0, либо 1, то есть та информация, которую мы будем хранить. И она заносится в наш д-триггер, фактически в ячейку памяти, по подаче сигнала на вход синхронизации. Это выход нашего д-триггера. Давайте для наглядности я его куда-нибудь вот сюда выведу и посмотрим, как оно выглядит в действии. Итак, сейчас здесь у нас сигнала нет, то есть это 0. Здесь сигнал подаем. На выходе д-триггера устанавливается 0. Попробуем установить сигнал здесь. Как видите, состояние д-триггера не меняется, но после синхроимпульса вот этот сигнал, единичка на входе, запоминается в нашей ячейке памяти. То есть это триггер, который нам позволяет работать как бы с ячейкой памяти, но несколько по иной логике. Иногда это нужно. Как оно работает? Ну, давайте попробуем разобраться. Этот факел, который находится на входе синхронизации, обесточивает всю схему. Вот ячейка памяти, кстати, в основе лежит. Кто еще не понял, вот эти три блока, одна из конструкций ячейок памяти. Синхронизация обесточивает всю схему. Вот эта установка ячейки памяти, это сброс. Как видите, и данный факел, и вот этот обесточены синхронизацией. В случае, когда у нас на входе данных логический 0, сюда мы подаем сигнал. Факел гаснет. Этот факел загорается, потому что блок обесточен, ничего ему не мешает, факел загорается. Подает сигнал он вниз, на вот эту дорожку. Гасит, точнее продолжает гасить факел установки. И таким образом ячейка памяти получает сигнал на сброс. То есть 0, тот самый 0 отсюда у нас переходит на ячейку памяти. Если мы здесь ставим единицу, то данный блок получает сигнал все время. Соответственно, при подаче синхронизации факел гаснет, этот факел загорается. Точнее не загорается, простите. Поскольку он, подача сигнала у нас обесточена. А вот этот факел, поскольку на него сигнал никакой не поступает, он загорается. Подает сигнал на установку ячейки. И, соответственно, у нас на выходе появляется логическая единица. Вот, немножко сумбурное, наверное, объяснение. Но так оно вот работает. Единица на выходе. 0 на выходе. Наверное, немножко о применении. Так, сходу я не могу сказать, где вот можно эту ячейку применить. Все-таки достаточно специфическое устройство, D-TRIGGER. Ну, допустим, можно было бы использовать ее в составе, скажем, генератора произвольных чисел. Выстроить несколько ячеек. Здесь запустить что-то типа обычного генератора импульсов, которые будут бегать по кругу. Поскольку пользователь не видит, в каком состоянии находится генератор, он подает сигнал синхронизации на все ячейки. И ячейка, напротив которой в данный момент будет сигнал, она и установится в единицу. То есть, произвольная ячейка будет установлена в единицу. Это генератор произвольных импульсов. Не думаю, конечно, что в ближайшее время эта схема вам пригодится. Но знать ее тоже нужно и важно. Поскольку иногда нужда в ней возникает. На этом на сегодня все, пожалуй. Большое спасибо за внимание. Не забывайте оставлять ваши комментарии. Оставлять оценки к видео. Подписываться на канал. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok